Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян в своей речи на 76-й сессии Генассамблеи ООН обвинил Азербайджан в многочисленных грубых нарушениях международных норм, а также в нарушении режима прекращения огня, удержания в плену и пытках нескольких десятков граждан Армении, агрессивных заявлений против Армении и армянского народа. Премьер отметил, что почти каждый день происходят инциденты, цель которых состоит в том, чтобы лишить легитимности мирную повестку дня, не только углубить атмосферу враждебности, но и сделать ее более систематической. В результате этих действий народ Армении стал жертвой этнической чистки в Нагорном Карабахе, территория которого оказалась под контролем Азербайджана. К сожалению, международное сообщество не смогло превратить массовые зверства. Сегодня ни один армянин не живет или практически не может жить на территориях, находящихся под контролем Азербайджана. Благодаря посредническим усилиям Российской Федерации осталось остановить кровопролитие. Нарушение режима прекращения огня, агрессивные и оскорбительные заявления в адрес Армении и армянского народа продолжают накалять атмосферу. У нас имеются неуспоримые свидетельства о том, что наших военнопленных пытали. Выпиющий пример углубления атмосферы враждебности – это открытие в Баку так называемого парка трофеев, куда на экскурсии направляют азербайджанских школьников, которые могут там увидеть манекены захваченных, убитых или с кровавыми ранами армянских военнослужащих. Эти и другие шаги призваны продемонстрировать невозможность мира в нашем регионе. Однако мы продолжаем последовательно реализовывать эту программу, используя все возможности, создавая новые возможности, чтобы открыть эру мира в нашем регионе. Право народа на Арцаха на самоопределение не может быть приостановлено путем применения силы. Конфликт не может рассматриваться как урегулированный посредством применения силы. Конфликт в Нагорном Карабахе ожидает своего справедливого урегулирования. Свидетельствуют об этом также и заявления стран-сопредседателей, где подчеркивается необходимость возобновить переговорный процесс на основе прекрасно известных принципов. Считаем, что контакты при посредничестве сопредседателей позволят сторонам выйти на общую позицию и открыть каналы для решения многих трудных проблем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова